берем хопон хопофы вот такая прекрасная девушка нам рассказывает что за тикеты у нас входит везде рождество рождество уже прям завтра и вот так все выглядит вокруг сейчас мы дождемся нашего автобусика вот аршет и поедем вот уже как раз таки сам автобусик все такие красивые и радостные все ждут рождества сегодня у нас день хопон хопофон мы уже вот на таком классном автобусе ки мы взяли два дня и сегодня нас ждет красная линия поедем к горе и поедем смотреть на кейптаун потихонечку наш автобус заполняется они ходят раз в 20 минут и посмотрим насколько же будет у нас красота как я уже сказала первый день мы начали с красной линии вообще у хопон хопофа есть несколько линий но красную и голубую мы очень советуем посетить проехаться по ним потому что они очень классные они идут по всем основным достопримечательностям красная линия проходит через центр города там есть две экскурсии по центру и по бокапу и мы как раз таки обязательно ими воспользуемся и посмотрим как минимум на бокап сейчас мы проезжаем через центр это очень классный способ посмотреть центр со стороны потому что гулять по центру не суперски круто и в центре есть действительно такие прям райончики где выходить идти одному лучше не стоит потому что есть прям очень много людей которые живут непосредственно там в таких полупалатках и на самом деле это считается не очень безопасным а вот ехать на таком организованном автобусе очень здорово потому что ты видишь абсолютно все что происходит вокруг видишь всю архитектуру архитектура кейптауна очень красивая вот сейчас на видео можно как раз видеть различные классные здания супер природу все это перемешивается в такой единый очень крутой городской пейзаж которого нигде в мире не найти и вот видно как раз что вот в этом кусочке например точно эти небезопасно потому что видите что здесь очень много местных ходит и здесь такой а-ля даже скажем тауншип организованный внутри ну а дальше мы поехали по красной линии к лайнс хэду это тоже очень здоровский способ посмотреть во первых на столовую гору и лайнс хэд со стороны а во вторых выйти непосредственно у столовой горы и пройтись по ней про столовую гору у меня будет прям отдельный видос потому что столовая гора это прям несколько часов где можно классно выйти где нужно отстоять большую очередь и так далее а вот на автобусе опять же можно посмотреть на гору со стороны и в автобусе есть такая фишка которой я предлагаю вам обязательно воспользоваться можно не стоять очередь за билетами то есть билет на самом деле можно купить прям в автобусе в самом внизу у кассира водителя у кассира водитель может продать вам билеты поэтому когда вы приезжаете вы экономите как минимум полчаса мы к сожалению об этом прочитали уже только после и это был такой большой косяк потому что очереди огромные это можно будет видеть видео про столовую гору и вы сможете сэкономить там от 30 до 60 минут на первую очередь за билетами а вот вторую очередь непосредственно на подъем на столовую гору на фуникулер нужно будет отстоять в любом случае и здесь уже можно видеть какая классная растительность вокруг то есть мало того что мы в этом автобусе видим какие-то большие архитектурные здания или вот горы которые снаружи но мы еще проезжаем по очень очень классным местам где очень классная растительность вот такие эндемичные например деревья которых я например нигде не видела мы еще увидим их потом в кирстенбоши в ботаническом саду кейптауна но на подъезде к лайнс хэду из столовой горе тоже очень много красивых деревьев которые создают такой невероятный пейзаж и если особенно проехаться в не суперскую жару автобусы начинают работать где-то с 8 утра то есть если прям сесть на один из первых автобусов то конечно будет очень комфортно передвигаться и вот эта зелень она выглядит просто невероятно круто вот вы видите все эти пейзажи но мы уже подъезжаем к столовой горе уже на самом деле видно как она выглядит в кейптауне есть такой прикол видишь столовую гору без облаков езжай на столовую гору потому что столовую гору очень часто обволакивают облака и они так застилают гору как скатерть и мы с вами видео про столовую гору как раз увидим как облака могут моментально на нее забраться потому что мы сейчас с вами едем практически в безоблачную погоду но пока мы отстаем все очереди облака уже будут приближаться а после столовой горы и лайнс хэда наши линии и красная и голубая идут через самые красивые пляжи кейптауна здесь мы проезжаем кампс бэй это очень здоровский район и очень здоровский пляж обязательно советуем посетить его здесь можно выйти на остановке прогуляться по пляжу и потом сесть и доехать до следующих пляжей дальше после кампс бэя как раз таки у нас будет пляж клифтон и дальше пойдут си-поинт грин-поинт мули-поинт и уже пойдет waterfront и всю вот эту линию вдоль пляжа автобус будет идти с невероятными пейзажами ну а нам это было очень удобно потому что ровно нашими линиями автобуса мы могли добраться удобно до дома и выходя на тех пляжах которые нам были интересны вот с таким видом смотрим на то как уезжает закатный автобус в общем оказалось что все эти сити сайтинги ходят до скольки до 4 30 до мы хотели прекрасно проехаться еще по осенней линии завершить этот шикарный день но не вышло поэтому мы сейчас на самом последнем автобусе зеленой линии просто доберемся до места недалеко от того где мы живем и закончим этот день пешком а вот там в облаках у нас как раз table mountain вот учтите такой прикол с этим сити сайтингом что можно быть уверен ну можно предполагать что ты там до шести спокойно поездишь и все будет супер а в итоге окажется что в 5 тебя привезут вот сюда наконеченным и красот дома отъехали и вот как бы все все ростислав чё ты excited или это недоволен что они так с тобой поступили недоволен а ты как предполагал кружок да потому что здесь под вечер не очень да на самом деле весь прикол в том что здесь действительно ближе к вечеру и себя очень комфортно чувствуешь именно сайтинги потому что ты едешь смотришь все вокруг такой предзакатной красивое солнце а вот сейчас мы прошли с пешком при том мы шли мы на самом деле от своего там бентри бэя в сторону сипойнта и гринпойнта то есть шли по очень хорошим районом непосредственно по набережной но уже прям есть отдельные личности которые вызывают вопросики поэтому когда мы застопились и сели опять на сити сайтинг то были такие довольные что мы сейчас час классно поездим но вот имейте ввиду что только до 4.30 а дальше только sunset bass но в sunset bass мы были как раз мы готовы потому что обратно возвращаться на такси а у нас нет интернета вот такая вот история учитывайте но в целом сити сайтинг супер просто и завтра мы будем ехать по второй синей линии сегодня полностью проехали красный доехали на красные линии до бока апа вернее до остановки откуда мы поедем пойдем на пешеходном мини туре в бока ап потому что это один из районов который очень интересен это где такие цветные домики вот нас растиславчик дорост что-то уже excited ожидаешь бока апа договорит ожидает бока апа здесь вот такая вот миленькая атмосферка но бока ап не не самые вообще классный район чтобы гулять там одним поэтому посмотрим как она там прогуляемся стартуем мы вот из такого центрального райончика как я уже сказала центр не самое лучшее место чтобы гулять одним но вот тут рядом с ticket офисом чувствуешь себя вполне себе прилично можно кофе с коноплей купить такие вот улочки идем по центру до бока апа очень хотим посмотреть на этот район очень его хвалят и в принципе могу сказать что в центре ну как вот пишут что достаточно опасно но сегодня понедельник и народу немного но конечно здесь вот как раз и есть такое ощущение странные пустынности и наверное если бы мы шли не с группой то было бы не супер приятно вот в принципе вот так все это в центре выглядит у нас мини-группа мы идем с гидом вот не даем машинки проехать сегодня рождество католическое поэтому очень здорово все друг друга поздравляют рождеством на завтрак нам выдали такие классные конфетки и вот гуляем прям по центру как видите с телефоном вот еще такая центральная улочка вообще безлюдно вот видите никого нет поэтому вечером я бы тут гулять не очень бы если честно хотела но мы вот с такой прекрасной группой интернациональной поэтому нам не страшно ну что мы на месте вот такой здесь есть боков базарчик и сам непосредственно боков вводим ростислава из кадра сейчас нам что интересное расскажет и еще по снимаю ну конечно выглядит очень аутентично плюс еще надо понимать что здесь как бы на фоне горы классно ну первое что можно сказать это то что по крайней мере утром когда мы пришли на экскурсию здесь достаточно людно это большой плюс потому что опять же скажу да что очень много пишут что здесь не супер безопасно но вот конкретно сейчас выглядит все вполне себе прилично и сейчас мы пройдемся непосредственно по вот этой вот линии вниз и вверх и сделаем какие-нибудь классные фотографии здесь вот люди правда много разных людей то есть ты не сразу поймешь где туристы где там местные вот и еще интересно что рассказали что здесь могут жить только мусульмане то есть это изначально все-таки район где были различные индонезийцы и малазийцы и поэтому здесь в этом райончике и сейчас не могут жить не мусульмане поэтому ну как мы знаем да в юаре в целом преимущественно католики как я понимаю а здесь как раз таки вот живут различные нации и те кто были выходцами из различных азиатских стран но в целом очень прикольно сейчас долбанем пару фоточек и пойдем обратно через центр в эту сторону на самом деле тоже симпатично это уже не вот эти цветные боковские домики но все равно очень красиво вот смотрите какая девушка красивая в красном платье а у них фотосессия какая-то здоровская сейчас мы заснимем сейчас заснимем как снимают какую-то красотень смотрите народу сколько здесь реально очень много экскурсий а еще важно сказать что на самом деле она выглядит немножко не так как на фотографиях то есть на фотографиях кажется что прям эти домики немножко не так расположены они прямо на дороге вот смотрите какие красивые девушки так ростислав у нас нашел что лучшее что тут есть да как говорит . вообще обалденная смотрите какая точила сейчас мы будем с ней фотосессия ростислав в восторге love life make art not war вот так вот по итогу тебе нравится да здесь вот эта часть ну подожди ну вот сюда тоже очень красиво нет говорит тоже красиво вот еще один вид сбоку а помы со мной в общем фото здесь сделать не так легко поэтому если честно в очередной раз просто вдохновляюсь и завидую блогерам которым это удается потому что здесь абсолютно все в машинах все в людях но квартал действительно такой уютненький хорошенький цветной поэтому это интересно и мы идем дальше посмотрим что еще нам приготовила сегодняшняя экскурсия и надеюсь что вам понравился бокап и теперь вы точно знаете что сити сайтсингом сюда очень легко попасть и не надо читать вот эту ерунду где говорят что невозможно сфотаться возле домика просто everything is free фото и никто не пристает все супер и идем дальше до какого-то второго местечко так здесь смотрите вот тоже какие-то интересные домики здесь кстати народу уже гораздо меньше можно уже поснимать попроще вот там бокап мини-маркет а вот это прям прикольная улочка сейчас покажу вам улочку сейчас тоже вдруг наш японец поснимает вот смотрите тогда вот такая вот улочка так вот тоже получается очень цветные домики красивые и она находится прямо перпендикулярно получается непосредственно вот этой основной улице которая считается идеальной для фотографий но здесь перпендикулярно кстати тоже очень симпатичные домики и вполне себе все это классно выглядит и еще одна улочка параллельно той где мы видели очень-очень много машин здесь тоже вот такие цветные домики тоже симпатично можно сфотографироваться так что обязательно пройдите дальше и не останавливайтесь на вот этой единственной улочки которая по факту очень переполнена в принципе здесь достаточно выглядит безопасненько уютненько сейчас покажу там прикольная такая вот стена ой на колодце стою вот он наш отпускничок да пара шел а здесь вот японская улица говорят вот вот это основная улица для того чтобы сфотографироваться в бока апе и сейчас мы на ней и сфотографируемся да она кстати реально очень красивая и получается что тут машины припаркованы только с одной стороны они с двух и можно вот рядом с домиками очень красиво сделать кадр и тут можно видеть как у нас витрила мы приходится постоянно следить за кепкой и вот он еще один из самых классных видов уже вместе с нами здесь как раз видно лайнс хэд и видно вот это вот japanese street улочку тоже в райончике бока ап и очень она красивая и с учетом того как классно видно гору конечно офигенный вид просто классный ну вот получается на бока ап прямо закладываете полчасика погулять и в принципе здесь в отличие от центра по которому мы шли как раз до бока апа мне кажется наиболее безопасно то есть по центру все-таки немножко еще ну так подумаешь что может кто-то подойти а здесь очень-очень много туристов и я прям вот сказала бы что точно надо посетить и можно прямо не переживать точно будет много людей и точно можно не беспокоиться за безопасность потому что очень всех много еще здесь есть вот такой вот магазинчик где продается все из переработанных материалов и конечно это все выглядит очень круто свет правда здесь конечно не идеальный но зато смотрите какая красота еще очень прикольно и вот здесь вот вид на боков о целой картины прям прикольно ну и заключительный view сбоку а по сейчас будем выдвигаться обратно как я уже сказала такая экскурсия на полчасика часок но вот отсюда из вот этого как раз магазинчика где все ресайкловое мне очень нравится вид вот смотрите как красиво это как раз вот этот japanis street и сейчас мы уже пойдем обратно так уже голову кружит тут ходим от к ресайкловая женщина и выдвигаемся обратно сторону пятой остановки на которой останавливается и красный и синий автобус hop on hop off и сегодня у нас будет синяя линия по которой мы поедем и посмотрим что там интересного синяя линия длинная классная она идет через кирстенбош через винный регион район констанция поэтому если вы без машины как раз так если вы хотите пить и без машины то синяя линия hop on hop off а вам очень подходит для того чтобы исследовать не только какие-то части кейктауна но и окрестностей и в том числе попасть на винодельню у нас ветер все сильнее поэтому даже не сможем воспользоваться круизом который у нас входил наш двухдневный тур но в целом конечно очень приятная погода для прогулок и вот смотрите с каким видом просто обалденный вид сходишь по бокапу и вот такие вот балденные горы вот в ту сторону тоже смотрите то есть много-много улочек каких цветных красивых очень прикольно бокап мне лично понравился очень такой видеогеничный обсказала не факт что фотогеничный не так легко здесь классные фотки сделать по крайней мере для меня потому что очень много машин но очень видеогеничный и все-таки тот был незаключительный кусочек еще здесь вот можно немножко пройти правее и подняться по лестнице чтобы увидеть вот такой вид на бокап с table mountain смотрите она сегодня полностью в облаках и конечно это очень красиво вот у нас слева боков офигенно ориентир вот этой лестнице это такой сиреневый домик с голубем и вот от него будет такой ресторан уже не цветной не цветным домиком вопрос такой стандартный и вот тут прям наверх есть лесенка по этим экскурсию по бокапу ставлю ей прям четыре с плюсом вообще ничего не ожидала но очень понравилось и самое классное что вот эти экскурсии hop on hop off а ну не конкретно них разные есть экскурсии но две экскурсии по такой схеме это как раз и экскурсия в бокап и экскурсия по сити-центру это просто tips based excursions то есть ты просто приходишь доезжаешь на автобусе идешь на экскурсию и просто даешь чаевые по факту за эту экскурсию конкретно в бокап экскурсия отходит от 5 остановки там и красный и синий автобус в 10 12 и 2 если я не ошибаюсь вот мы на экскурсию в 10 попали так что классно на первых автобусах просто доезжаешь и успеваешь на экскурсии потом еще полдня чтобы ездить на автобусе и вот с таким видом мы спускаемся сбоку а по и идем обратно через сити-центр к нашей 5 остановочки ну боков был невероятен очень классно очень понравилось мы на waterfront и на набережной виктории и альфреда и наконец-то мы видим вот таких кроссовчиков смотрите какие милаши просто милахи такие вот морские котики а вот так все выглядит со стороны и сейчас мы немножко прогуляемся вот отсюда отходят боты такие круизы водные по каналам либо в жемчужину в харбор от сити сайтинга но сегодня очень ветрено и они не работают поэтому мы сегодня будем довольствоваться вот такими прекрасными морскими котиками яхтами и waterfront ам до ростислав расстроился чтобы от не будет работать не расстроился говорит но у нас ростислав видите не очень расстраивается из-за такой ерунды я конечно немножко расстроилась но все равно здесь симпатично сейчас пройдемся еще вперед подхрюканье тюленей продолжаем смотреть на нашу набережную здесь на самом деле очень классно все обустроено такая вот большая марина очень много яхт есть такие ресторанчики прикольные и здесь же как раз тикет офис сити сайтинга поэтому это такое место притяжения для любого туриста который гуляет или ездит на вот этих басах по кейптауну и мы здесь не знаю уже третий или четвертый раз за эти два дня но при этом первый раз вышли непосредственно на на вот эту саму марину да на waterfront посмотреть что здесь интересно я кстати предполагала что это будет такая большая гуляльная зона но гуляльной зоны особо не видно но есть действительно много таких мест прикольных знаете таких вот как тоже у нас бывают как бы такие индустриальные здания классные отделаны и там внутри не знаю здесь фудкорты или нет но судя по всему это тоже всякие такие магазинчики маркеты и так далее поэтому в принципе так чекнуть красиво сфотаться и прогуляться точно того стоит тем более это в любом случае точка от которой куча всего отходит поэтому вряд ли вы ее пропустите и думаю в любом случае посетите даже если специально не планировали но симпатично вот так выглядит наш waterfront такие милейшие домики здесь рождество здесь просто куча людей ну и плюс еще вот этот ветер огромный ну вот такие вот здания симпатичный здесь смотрите целый харбор если сделать вот мы сейчас направляемся туда несмотря на то что там огромная толпа может быть что-нибудь вкусненького найдем и вот вид в другую сторону здесь конечно очень красивая такое невероятное сочетание индустриальных зданий что-то типа такой такого морского порта и при этом ты видишь горы и таких видов конечно очень мало в каких-то городах и кейптаун этим и славится на мой взгляд круто да внутри здесь вот такая вот атмосферка еще всяких капешек и сегодня здесь конечно просто обалдеть сколько людей но очень прикольно все выглядит нам такое в принципе известно нас тоже такое есть но в любом случае очень симпатично и классно вот так вот здорово а потом мы поехали на закатном автобусе и он привез нас не на гору а вот сюда на тейбл вью вот в такой ветер и это было очень-очень тяжело потому что нам било песком по ногам предлагаю выдвигаться повыше как видно по нашим довольным лицам hop on hop off нам очень понравился такой способ передвижения по кейптауну и знакомства с городом нам посоветовали друзья и очень здорово что мы послушали и воспользовались им потому что ездить на таких классных автобусах с рассказом о городе гораздо удобнее чем передвигаться именно в кейптауне на своей машине потому что эти автобусы ездят по самым основным достопримечательностям и если вы выберете красный и синий маршрут вы точно проедете все основное поэтому мы советуем точно брать билеты на два дня а если вы хотите заехать еще и в кирстенбош то лучше возьмите билет на три дня потому что это самое выгодное предложение и вы увидите абсолютно все